Империя в Древнем Риме – публично-правовое понятие, характеризующее высшую исполнительную власть в римской общине. Империй применялся в военной сфере и гражданской. Тот, кому давался империй, мог действовать от имени государства во всех областях общественной жизни. У римлян высшая государственная власть принадлежала народу, проявлявшему эту власть на выборах в законодательстве, в Верховном суде. Решение вопросов войны и мира отражением этой власти является империй как высшая полномочия магистратов, сначала царей, потом, в республиканское время, некоторых так называемых высших магистратов. Из ординарных магистратов империй давался консулам и претерам, низшие магистраты империя не имели цензоры, хотя и являлись высшими магистратами, однако империя также не имели. Из экстраординарных магистратов несомненно признается наличие империи у диктаторов Оптима Леджа Децемвиров для записи законов. Согласно наиболее распространенным в современной науке взглядам империй был неделимым, а объем полномочий, заложенных в нем, всегда был неизменным. Однако у него могли быть разные сферы применения, разные условия и публично-правовые механизмы реализации. От этих механизмов зависело, насколько полный магистрат может применять свой империй. Среди таких механизмов ограничения империя можно назвать право провокации к народу, коллегиальная интерцессия, интерцессия со стороны плебейских трибунов, право апелляции к другому магистрату, иерархия магистратов с империей. Выделение сферы действия империи. Империй давался народам после выборов особым законом в курятных комиссиях. Он давал полномочия магистрату, один военный, вместе с правом жизни и смерти по отношению к подчиненным, но лишь за пределами померия, два гражданские, право юрисдикции, наложения наказаний. Особенно важное значение имели наместники провинций. Их империй распространялся лишь на ту область, в которую наместник получал назначение, и первоначально ограничивался одним годом. Но трехлетний империй Помпея создал прецедент более длительного срока, проложив путь к созданию империи. Поскольку римский император был, в сущности, магистратом с пожизненным и распространявшимся на всю территорию государства империем, в виде исключения народ мог облекать империем лиц, не занимавших магистратских должностей, например по закону, проведенному рубрием в 43-х году. Часть верховных прав была дарована муниципальным властям в Галии. Теория империи народа продолжала существовать еще какое-то время после падения республики, но и он вместе с прочими республиканскими властями всецело перешел к императорам. В последствии, когда прежний республиканский характер императорской власти исчез, империй стал даваться императору сразу по вступлению на престол, одним законом, предоставлявшим не только Верховной Военной Империи пожизненной на всю территорию римского государства, но также многие другие значительные полномочия. Некоторые из них уже в последнем веке республики были соединены с чрезвычайным империем, дававшимся некоторым полководцам Сауле, Цезарю, Помпею и другим.